В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Впереди Новый год. Это беззаботное время и приятные хлопоты. Однако часто беззаботность становится причиной трагедии. Какие меры безопасности необходимо соблюдать на праздниках, нам расскажет Владислав Сокуренко, начальник отделения организации надзорных и профилактических мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, телезрители! Впереди Новый год. Ну, это наш любимый праздник, мы все его ждем. Это салюты, это огни. Вот насчет салютов как раз-таки. Наверное, самый такой острый вопрос, особенно для сотрудника МЧС, потому что это опасность. Как себя вести с этими салютами? Как сделать так, чтобы это было безопасно? Скажу так. Недавно я выступал на радио, и свой эфир я начал с того, что главное правило безопасности при использовании пиротехнических изделий – это их отсутствие в новогоднюю ночь. Но если же… Ну, как же это? Как без них? Если же все-таки соблазн применения достаточно высок, то первое, что нужно сделать перед запуском пиротехнического изделия – это ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. К сожалению, возможно, в силу нашего менталитета мы ознакомимся с инструкциями уже после запуска или когда у нас что-то не получается. Салюта. Да. Однако, именно в инструкции прописаны те минимальные правила, соблюдение которых обеспечит безопасный и красочный фейерверк. Если же мы говорим об основных правилах, то тут следует отметить, что при запуске пиротехнических изделий одним из самых сложных является подбор соответствующей площадки. То есть, необходимо выбрать ровную площадку, очищенную от горючих предметов, материалов, растительности. Обязательно соблюсти радиус безопасной зоны, который варьируется в зависимости от пиротехнического изделия, но, как правило, при запуске фейерверков составляет от 20-30 метров и выше. А теперь, скажите мне, при нашем рельефе и плотной-плотной застройке нашего замечательного города найти такую площадку, по-моему, это такой квест, если честно. Ну, тогда выходим в поле и запускаем там салют. Ну, запуски салюта в поле при наличии сухой растительности тоже могут закончиться неблагоприятно. Но все же, если мы справились с этапом поиска площадки, то следующее, что нужно сделать, это четко зафиксировать пиротехническое изделие. Если позволяют погодные условия, его можно глубоко вкопать в снег, в землю. Желательно еще обложить какими-то камушками, кирпичами, которые обеспечили бы его плотную фиксацию и исключили любое опрокидывание. После этого обязательно удаляем за пределы безопасной зоны всех зрителей и только после этого осуществляем запуск пиротехнического изделия. Следует отметить, что еще одним главным правилом является нахождение человека в абсолютно трезвом состоянии. Хотя бы того, который запускает пиротехническое изделие. Я, конечно, понимаю, что в новогоднюю ночь с этим не так просто справиться, но все же, если вы хотите устроить себе безопасный фейерверк, то нужно постараться. Дополнительно я бы хотел обратиться к представителям сильной половины человечества, которые в попытках воодушевить свою даму сердца, окреленные энным количеством алкоголя, осуществляют запуск пиротехнических изделий с вытянутой руки. Это очень часто бывает. Во-первых, ни в коем случае не стоит этого делать. Во-вторых, если вы это делаете с балкона собственной квартиры, то знайте, что вы уже нарушаете требования пожарной безопасности. Но и что самое печальное, если эксплуатация пиротехнического изделия будет, скажем так, неправильная, то последствия могут быть плачевными. Поэтому не омрачайте для себя праздник излишними травмами и не создавайте дополнительный объем работы дежурным травматологам и хирургам. Ему тоже хочется отпраздновать Новый год. А я вот себя вспоминаю. У меня в детстве папа брал на руки, ставил на балкон табуреточку, и вот из этой стрелялки такой китайской, знаете, еще в те годы продавались. Мы с ним стояли и запускали эти фейерверки. То есть папу надо было по-хорошему за это дело наказать, наверное. Ну, видимо, может быть, еще в то время у нас не было все-таки таких жестких требований, потому что с годами люди учатся на своих ошибках, делают какие-то выводы и уже приходят к более безопасной эксплуатации пиротехнических изделий. Если же мы все-таки говорим про эксплуатацию пиротехники дома, то такие изделия действительно существуют. Они относятся к первому классу опасности, и, как правило, это всем известные бенгальские огни. Это тоже пиротехника? Пиротехническое изделие, да. И хлопушки. Но на что бы я хотел также обратить внимание? По возможности. Также не применяйте их дома. Если есть возможность, выйдите на улицу. Сейчас Владивосток радует нас снегом, что достаточно редко для нашего города. И в этой красивой, уютной, новогодней, сказочной обстановке осуществите уже запуск таких изделий. Если же все-таки мы осуществляем использование тех же бенгальских огни в домашних условиях, то необходимо хотя бы обеспечить тоже минимальное соблюдение требований. Это убрать все легковоспламеняющиеся предметы подальше от применения изделий. И для тех, кто, например, использует бенгальские свечи на балконах, не нужно горящую свечу скидывать вниз. Потому что если в случае отсутствия снега, там, как правило, у нас лежит сухая трава, которая возгорается и опять же создает лишнюю работу службам пожаротушения и нашим дежурным дознавателям. – Можете привести какие-то примеры трагических ситуаций, когда пиротехника становилась причиной пожара, смерти, не дай бог, еще чего-нибудь? – Безусловно. К сожалению, на моей памяти таких примеров нет. Но моя коллега, начальница отделения дознания и административной практики, мне недавно поведала историю о такой ситуации в городе Хабаровске. При запуске пиротехнического изделия оно было плохо, как я сказал, зафиксировано. Не был соблюден безопасный радиус до многоквартирных жилых домов. В процессе запуска изделия опрокинулось, и залпы изделия массово стали попадать по окнам и залетать в квартиры. Вследствие чего выиграло, по-моему, 3 полностью, 3 или 4 квартиры. То есть вы представляете, какой… – Ну, такой себе подарок на Новый год. – Да, колоссальный ущерб был нанесен. И для людей, скажем так, кто с этой ситуацией столкнулся, Новый год, к сожалению, был очень сильно омрачен. – Да. Если мы заговорили о безопасности дома, гирлянды, вот с ними нужно быть как-то осторожными? Там, не знаю, всякие свечи у нас тоже сейчас… Ну, много всяких осветительных штук продается в магазинах. Это, не знаю, горящие олени, лампочки, всё что угодно. Вот здесь нужно быть как-то осторожным? Или это всё безопасно, и этим мы можем спокойно пользоваться? – Конечно, следует быть осторожным вообще с любого рода электрической бытовой техники, в том числе и электрических гирлянд, украшений. Но для начала я бы хотел остановиться на открытом огне. Все любят создать атмосферу праздника, зажигают свечи, украшают ими стол и создают такой определённый уют. Недавно наткнулся на фотографию в социальных сетях, где ёлка очень красивая, обвешенная мишурой и другими горючими материалами. И человек ради красивой фотографии поставил на неё горящую свечку. Ну, вы представляете, если загорится та же мишура, как это всё мгновенно вспыхнет, и ёлка сама тоже очень будет способствовать распространению горения. Поэтому я искренне надеюсь, что среди наших телезрителей нет тех, кто будет искушать судьбу ради красивой фотографии. Дальше, если всё-таки мы применяем свечи, например, ставим их на стол, также уберите какие-либо горючие предметы, чтобы не было их рядом, и обязательно зафиксируйте также свечи на твёрдом основании, в подсвечник поплотнее, может быть, вставить. Потому что очень часто в процессе празднования, ну, сами понимаем, какая суматоха происходит, они опрокидываются, и, естественно, что у нас на столе скатерть, которая также, в принципе, является достаточно легко горючим материалом, она загорается, и уже это может привести к плачевным последствиям. Что касается электроприборов. Очень часто применяют гирлянды, какие-либо, вот вы сказали, новогодние украшения, где штифты-вилки плоские. Соответственно, чтобы использовать данное изделие, необходим переходник. Как правило, очень часто случаются такие ситуации, что вилка, она не плотно прилегает к переходнику, отходит от него, создаётся избыточное сопротивление, происходит оплавление и последующее возгорание. Ну, я лично был свидетелем такой ситуации. Поэтому очень аккуратно с такими приборами постоянно держите их под контролем. И ещё одним главным правилом вообще на все новогодние праздники. является то, что уходя из дома, или даже находясь в доме, не оставляйте без присмотра электрические приборы. Обязательно осуществляйте их выключение. Ну, понятно, за исключением тех, которые можно эксплуатировать, и это предусмотрено заводом-изготовителем, это я сейчас говорю про холодильник. Иные же электроприборы, которые у нас не подлежат такой круглосуточной эксплуатации, должны выключаться. Отдельно хочу обратиться к людям, которые создают атмосферу праздника, украшают гирляндами окна. И уходя из дома, они не выключают эти изделия. Ну, видимо, хотят, чтобы другие граждане, проходя мимо, любовались, ощущали эту атмосферу праздника. Но сейчас, может быть, будет сказано немного цинично, с моей стороны, но если данное изделие все-таки приведет к возникновению пожара, то, поверьте, обывателей, которые будут любоваться этим зрелищем, будет в разы больше. Поэтому, я думаю, не стоит их так радовать. Вот знаете, у меня есть соседи, у них круглогодично, так вот окна в окна мигают вот эти вот фонарики. Мне они сказочную атмосферу не создают, меня они достали. И если эти соседи меня слышат, я надеюсь, что хотя бы после этого Нового года они снимут эти лампочки для их же безопасности. А еще, да, вы правильно говорите, что нужно выключать. Особенно, наверное, тем, у кого есть дети и домашние животные. У меня кот, и я как-то уснула рядом с включенной елочкой. Это было, по-моему, год назад или два года назад. Проснулась от того, что слышу что-то, что-то жуется рядом с моим ухом. И это был шнур от гирлянды. Да, вот абсолютно такой хороший, интересный пример привели. Не стоит забывать и про домашних животных. И когда, естественно, уходим, им также не стоит оставлять елочку. Я сомневаюсь, что они будут ей любоваться, находясь дома в одиночестве. Сразу хотел еще обратить внимание на такой момент, что, уходя из дома, ну или вообще в процессе празднования, есть возможность. Не открывайте лишний раз окна. Это мы возвращаемся к тому, что люди, граждане недобросовестные, которые не соблюдают радиус безопасной зоны эксплуатации пиротехнического изделия, могут вам преподнести подарок в виде залетевшей в окно петарды. Я сомневаюсь, что вы будете такому подарку рады. Ну или окурок может прилететь, опять же, собрание гостей, всех остальных. Всякое может быть. Будут массовые мероприятия проходить в городе. Ну, в этом году, может быть, их будет чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, люди будут собираться, люди будут гулять, пойдут на центральную площадь, куда-то на горку, на каток. Как будет обеспечиваться безопасность? Касаемо массовых мероприятий, в первую очередь, пользуясь такой возможностью, мне бы хотелось обратиться к руководителям, организаторам, ответственным лицам за пожарную безопасность при проведении таких мероприятий. И напомню, скажем так, основные пустулаты соблюдения требований пожарной безопасности при организации мероприятий подобных. Так, в первую очередь, при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей необходимо провести обследование помещения. Особое внимание нужно уделить эвакуационным выходам. Они у нас в обязательном порядке должны быть открыты, не иметь устройств, которые позволяют их закрыть снаружи, при этом исключая возможность их открывания изнутри без ключа. Путь к эвакуационным выходам должен быть свободен и очищен от различных предметов, мебели, новогодних, декораций, украшений и прочих предметов, которые в случае эвакуации могут вызвать затруднения. Вторым моментом обеспечения пожарной безопасности при проведении мероприятий является исправное состояние систем противопожарной защиты. Я сейчас больше говорю про систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На каждом объекте должна быть такая система. И данная система обслуживается специализированной компанией, имеющей лицензию. Поэтому я бы очень хотел, чтобы перед празднованием Нового года руководители организаций лишний раз проверили наисправность свою систему, ведь именно благодаря системам противопожарной защиты может быть своевременно обнаружен очаг пожара, люди могут своевременно быть оповещены. И это, как следствие, способствует успешной и безопасной эвакуации людей до наступления опасных факторов пожара. Ну и потушить быстрее успеют, если что-то загорится. Касаемо тушения, я вернусь чуть позже к этому вопросу, также необходимо с персоналом на таких объектах регулярно проводить тренировки. Вообще законодательно закреплено, что проведение таких тренировок должно быть не менее раза в полгода. Но, естественно, я рекомендовал бы чаще, особенно это касается предприятий общепита, когда у нас каждый месяц буквально обновляется штат сотрудников. Естественно, не все сотрудники знают, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому на регулярной основе обеспечивайте такие тренировки, указывайте сотрудникам на порядок действий, чтобы у них был четко отработанный алгоритм. При этом следует отметить, что такие тренировки проводятся не только для сотрудников, но они должны проводиться с учетом посетителей. Потому что одно дело, когда сотрудники четко отработали алгоритм эвакуации, когда никого нет, а другое дело, когда у вас сидит в заведении те же 30 человек, которых нужно организованно вывести. Поэтому очень важно отрабатывать эти моменты, скажем так, с посетителями на объекте. Сейчас приведу один случай из практики. Когда я еще был молодой, учился на втором курсе университета, я проходил практику в отделе дознания, не нашего замечательного города, а в ином регионе. Так вот, обычная детская шалость. Дети массово собрались и решили поджечь обшивку одного банка. Банка? Банк. Им, к слову, им это удалось. Я сейчас не буду дискутировать на тему горючих фасадов, но фасад, естественно, способствовал распространению горения, но по видеокамерам было видно, что когда огонь был еще только в своем зародыше, ворвался сознательный человек с криками «Спокойно, Маша, я Дубровский!» и углекислотным огнетушителем, которым нельзя тушить твердые предметы, раздул кратно очаг пожара. Но его это не остановило. Он вернулся, взял еще один углекислотный огнетушитель. Еще больше добавил. Да, и увеличил площадь пожара в несколько раз. Что хотелось бы здесь отметить? Во-первых, стоит отметить все-таки мужчину, потому что он не побоялся, не растерялся и все-таки предпринял какие-то меры по тушению пожара. Но, с другой стороны, стоит отметить упущение, в том числе руководителя организации, который не довел своему сотруднику правила пользования первичными средствами пожаротушения. Ведь если бы он использовал огнетушитель, соответствующего рангам тушения пожара, ну, сами понимаете, что пожар можно было бы локализовать на его начальных этапах. Вот в этом году массовые мероприятия официально отменены, да? Общегородские, такие крупные. У вас работы будет меньше или нет? Юлия, скажу честно, работа сотрудников Государственного пожарного надзора, она, в принципе, не зависит от количества мероприятий. Она всегда есть регулярно. В настоящее время большая часть уделяется профилактическим мероприятиям. Это, в принципе, и тенденции современного законодательства. Ведь реформа контрольно-надзорной деятельности, она подразумевает преобладание профилактических мероприятий над контрольно-надзорными. Поэтому сотрудниками отдела очень активно осуществляются профилактические мероприятия. Мы принимаем участие в собраниях, проводимых организациями. Посещаем открытые школьные уроки. Проводим такое новое мероприятие. У нас появился профилактический визит, в рамках которого мы доносим правообладателям объекта основные требования, которые они должны соблюдать. Объявляем предостережения, ведем социальные сети. Конечно, тут следует отметить, не так много пока людей на нас подписано. Наши социальные сети в Телеграм-канале. У вас шикарный Телеграм. Или на сайте главного управления. Но я надеюсь, что после этого эфира количество хотя бы немного увеличится. И каждый человек, который будет посещать такой канал, найдет для себя это полезно. Следует отметить, что вообще профилактика, я считаю, необходимо профилактировать не только у нас объекты, но и мы осуществляем профилактику именно граждан. То есть это, опять же, через соцсети. Ведь у нас... Добавлю. Вот, кстати, профилактика про соцсети. Я прям перебью вас. У вас на днях в Телеграм-канале был размещен пост о елках. О том, как горит живая елка, и о том, как горит елка, которая сделана из плохо горючих материалов. И я так с любопытством изучила это все. Думаю, хорошо, что у меня елка искусственная, из негорючих материалов. Я молодец. Живую ставить не буду. Да, вот очень, если честно, польщен тем, что вы являетесь зрителем нашего Телеграм-канала и обращаете внимание на такие вещи. Поэтому, я думаю, и другие зрители сочтут это полезным. Я даже сейчас приведу самый простой пример, скажем так, неосведомленности наших некоторых граждан на требования пожарной безопасности. Вот, Юлия, как вы думаете, какая типовая реакция нашего гражданина Российской Федерации на пожар? Вот его типовая. Что он делает? Бежит, снимает, не знаю. Вот. Правильно, он достает телефон и начинает снимать. Это очень частое явление. И, как правило, из-за таких моментов упускается ценное время. Ведь каждая минута на счету. Если человек, увидев пожар, сразу осуществит вызов пожарной охраны, то он способствует успешному как раз локализацию пожара еще на ранних этапах его развития. У нас, знаете, есть такая тоже черта. Люди привыкли надеяться на кого-то. Ну, я сейчас не буду вызывать, я тут поснимаю, кто-нибудь другой вызовет. И так абсолютно повсеместно. Это не только к пожарам, наверное. Да. Приведу пример. Также на личном опыте был этой весной в городе Хабаровск. И, ехав по улице, увидел, что на противоположной полосе горит автомобиль. Ну, точнее, даже не так. Дымится автомобиль. Я остановился. Перебежал, естественно, через четыре полосы по Виадугу. Подбежал к этому автомобилю. Примерно минуты две. Ну, там, благо, было всего лишь легкое тление. При помощи огнетушителя мы все это дело локализовали. Но что меня поразило? Что за целых две минуты никто не остановился. И, если честно, очень морально тяжело осознавать, что у нас настолько некоторые граждане равнодушны. Поэтому просьба огромная, никогда не проходите мимо чужой беды. Не важно, это какой-то горящий автомобиль. Или просто человек лежит на улице. Ведь всякое может быть. Ваши две минуты потерянные, они могут спасти и продлить жизнь одному человеку. Сейчас позволю себе одну цитату. Как говорил Вальтер Скотт, если рот человеческий не будет помогать друг другу, он исчезнет с лица земли. Поэтому обращайте на это внимание и не будьте равнодушными друг другу. Ну, а для тех, кто все-таки в следующий раз вместо съемок на телефон решит осуществить вызов пожарной охраны, напоминаю, что телефон пожарной охраны с мобильного 101, либо 112. Со стационарного телефона все, как и было по старинке, это 0,1. Да, кстати, вот это важная информация, потому что теряешься в современных гаджетах, какой же номер набирать. Но я почему-то всегда помню 112, 112. Все. Поэтому запоминаем, 112, звоним. Зума, ресторан сгоревший. Еще у нас так в сердце, наверное, сжимается до сих пор у всех. Произошло буквально это накануне Нового года. За объектами питания будет как-то безопасность проверяться там? Поясню для наших зрителей, что в принципе любые объекты у нас сейчас проверяются согласно риск-ориентированного подхода. Я думаю, очень многие слышали про огромное количество мораториев, которые были законодательно наложены на проверки. Поэтому в современных реалиях, вот сейчас отдельно поясню, это, наверное, какая-то личная боль, как себе представляют многие телезрители, телезрители, инспекторов Государственного пожарного надзора. Человек приходит на объект, чуть ли не с ноги открывает дверь, смотрит на неправильно висящий огнетушитель и этот объект закрывает. И вот этот образ пожарного инспектора, он настолько отложился в сознании людей, что они действительно думают, что мы можем вот так просто выйти на объект и осуществить его закрытие. И очень расстраиваются, когда они пишут нам жалобы с просьбой закрыть объект, а мы этого сделать не можем. Так вот, для всех телезрителей я хочу сейчас опровергнуть все слухи, может быть, мнения о Государственном пожарном надзоре и пояснить. В современных реалиях, да, при моратории, наложенном на проверки, все проверки, особенно это внеплановые, которые по обращению граждан, они проводятся исключительно после согласования с органами прокуратуры. Чтобы вы понимали, для согласования одной проверки инспектору необходимо запросить все документы, сопутствующие в других органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, проанализировать. При необходимости осуществить выездное обследование, осуществить фотофиксацию и составить полный пакет документов, которые в совокупности могут подтвердить угрозу жизни и здоровью граждан. После чего эта вся информация направляется в органы прокуратуры и уже после их согласования мы можем осуществлять какие-либо контрольно-надзорные мероприятия. К сожалению, я бы был очень рад, если бы мы работали так, как представляет нас рядовой обыватель. Но современные реалии законодательства очень сильно связывают руки сотрудникам государственного пожарного надзора и, в принципе, иным органам исполнительной власти ведь реформа она распространяется на всех. Поэтому, что бы здесь отдельно хотелось довести до представителей, особенно субъектов малого, среднего предпринимательства, которых сейчас активно защищает законодательство. По моему мнению, не нужно ждать, пока к вам придет контрольно-надзорный орган, выпишет вам штраф, создат какую-то социальную напряженность и будут потом люди друг на друга обижаться. По моему мнению, не может речь идти о бизнесе каком-либо, если он априори несет безопасность для посетителей. Поэтому, когда вы беретесь за какое-то дело или что-то организовываете, будет это какое-то заведение общественного питания, либо что-то иное, помните, что в первую очередь необходимо думать о своих посетителях и обеспечивать их безопасность. Более того, грамотно подобранная система обеспечения пожарной безопасности объекта не только в случае чрезвычайной ситуации сохранит жизнь, здоровье людей, но и убережет ваше имущество. Я думаю, для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства очень ценно их детище. Конечно. Но все-таки Новый год – это семейный праздник. Вернемся к дому. Мы поговорили про то, что это гирлянды могут быть. Есть еще один момент. Люди будут накрывать столы. Как же без этого? Мы все равно так или иначе, когда мы молоды, прекрасны, может быть, мы идем в клуб. Большинство всех людей все-таки остается дома. И отмечают этот праздник с телевизором, с оливье. Как-то вот так тихо, семейно и так далее. Ну, кто-то, конечно, не тихо, но это уже другая история. Это уже к правоохранительным органам. Да, это уже к правоохранительным органам. Будет готовиться еда? Будут включаться электроприборы в большом количестве? Это какую-то нагрузку, в том числе для сотрудников МЧС, несет или нет? Как себя вести в данном случае? Ну, как я уже говорил ранее, конечно, не стоит никогда перегружать электросеть. Во-вторых, если вы используете какие-либо удлинители, переходники, обязательно используйте переходники, которые имеют сетевой фильтр. И в случае чего они могут просто осуществить отключение ваших электроприборов. Безусловно, наверное, с такой проблемой, как вы сейчас озвучили, сталкиваются граждане, проживающих в старых домах, где проводка раньше была рассчитана на что? На телевизор, холодильник и утюг. В принципе, и то, и то, да. Он отдельно от телевизора включается в ту же розетку. Поэтому, естественно, скажем так, избыточное количество включенных приборов также создает нагрузку на сеть. И тут уже очень важно обращать на состояние электропроводки в вашей квартире, на состояние автоматов, чтобы они могли обеспечить отключение в случае каких-то либо проблем. Но и самое главное, также при приготовлении пищи тоже ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Бывают ситуации, поставили варить курицу, думаю, быстренько спущусь в магазин за солью. И пока человек ходил в магазин, кого-то встретил, забыл про эту курицу. И в итоге, скажем так, доготавливают курицу, ему сотрудники пожарной охраны. Ну да, хорошо, если просто пожарил, а не сварил. Да. А не кто-то тебе ее в итоге пожарил. Владислав, ну, пожелайте что-то нашим жителям в преддверии 2023 года. Перед тем, как начну, я хотел бы сделать небольшую ремарку. Когда я учился в школе, очень хотел стать президентом, чтобы поздравлять граждан нашей необъятной страны с Новым годом. Ну, как видите, первую часть своего желания я не осуществил, но благодаря восьмому каналу я могу сейчас осуществить вторую. Поэтому, уважаемые приморцы и жители других регионов, кто посмотрит это видео, родные, друзья, коллеги, пусть Новый год дарит вам как можно больше ярких и позитивных эмоций, способствует осуществлению любой самой заветной мечты и принесет в вашу жизнь как можно больше счастья. Помните, Новый год – это шанс начать все заново, с чистого листа и уже не свернуть с намеченного пути. Покоряйте новые вершины, наслаждайтесь каждым днем, любите и будьте любимы, цените своих родных и близких и не забудьте их поздравить с Новым годом. Так же, как известно, все желания, загаданные в Новый год, имеют особую силу. Поэтому я от всей души желаю вам их исполнения. Но прошу вас, прежде чем написать свое заветное желание на листочке бумаги, поджечь его и опустить в бокал шампанским по старой доброй традиции, обеспечьте соблюдение минимальных требований пожарной безопасности. И тогда желание дознавателей, работающих в нашем отделе, ну и в принципе в других регионах, на встречу Нового года в кругу родных и близких без выезда на происшествия воплотиться в реальность. Давайте сделаем такое добро друг другу. С Новым годом! Замечательно, Владислав, спасибо. Мы вас тоже поздравляем с Новым годом. Поздравляем с Новым годом наших зрителей. 2023 год. Входим в него успешно и красиво. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о том, как безопасно встретить Новый год. В гостях у нас был начальник отделения инспекции отдела города Владивостока по пожарному надзору Владислав Сокуренко. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова